Hello everyone guys, с вами снова Ганс и сегодня я покажу вам как же добыть кристальную талику. Для этого нам нужны обычные тальки, совершенно любые, будь то тальки хаоса, грации. Я уже просто много наоткрывал и я решил вам показать как же это все-таки делается. Потому что иногда возникают вопросы, спрашивают, как добыть кристальную талику. Может быть трудно на Википедии где-то искать еще как-то. В видосе будет все просто. Смотрите, вот у нас есть талик. Не обращайте внимания, что я такие дорогие талики отправляю в переплавку. Так, смотрите, нам нужен коллекционер талик. Вот он, пожалуйста, находится в беше, рядом с плодовщиком, в лемном и снабженцем. Так, смотрите, дальше мы нажимаем обмен комбинацией таликов. Сюда надо положить 20 таликов. Неважно, смотрите, на одну коробку нам нужно 4 кристальных талика. На 50 я имею ввиду. Смотрите, неважно, что вы положите так, да, то есть получите одну кристальную талику. Либо вы положите сразу, например, да, 80 сюда. Либо, смотрите, мы положим вот так даже, смотрите. 79 и вот какой-нибудь разнообразный талик. Или даже вот, например, 78. Ну, чтобы вы поняли, как это все выглядит. Главное количество, чтобы всегда получалось там 20. Ну, или больше. Так, ну, 1 20, 2 40 и так далее. 60, там 80, 100, 200, 300. Так, и вот, смотрите. Мы нажимаем выполнение. Вот наши 4 кристальные талики. Мы их заслужили, правильно? Мы молодцы. Так, дальше мы кладем еще альгеграции сюда. И получаем еще 4. Вот они тут. Все. Дальше. Сейчас мы за них будем получать коробки, а уже из этих коробок будет выпадать рандомно какой-то SP шмон. То есть мы не знаем, какое свойство. Хорошее или плохое, может повезет. Я собираю на хп, но мне так на хп ничего не выпало. Мне выпадали на хп-фп, на крит, вот. Где-то хп-фп. Ну, хп-фп это не то, потому что здесь всего лишь 6%. А само хп, вот оно дает 10%. И, кстати, смотрите, видите разницу? То есть в любом случае вам надо делать SP шмон, потому что он лучше. То есть, смотрите, вот. Давайте сравним. Где-то он у меня тут лежал, да? Давай-давай-давай. Где-где-где-где-где? Вот, смотрите. Параметры, видите? Видите, здесь было 1862 брони. А тут уже 2234. А доп-деф, ну-ка. Нет, доп-деф одинаково. Все вот это остальное одинаково. Так что в любом случае он лучше. Желательно его делать на 50 уровне, да? Так, ну пойдем к наемнику картелла. Так, смотрите, видите? Вот он наемник. И он даст нам коробочки. Смотрите, так. Так, ему надо дать 4 кристальные талики. И мы ему отдаем, к сожалению, 10 миллионов раз. Это очень дорого. Я уже очень дофига денег потратил, но я думаю, это толстый. Вот. Хотя бы одна шмотка на хпп мне выпала. Это уже радостно. Так, и вот, смотрите. Награда воина. Это ББ-шмот. Награда стрелка. Это дист. И вот награда ракетчика империи. Это ПУ-шмот. Вот как раз нам и нужно. Так, давайте возьмем 2 коробочки. Вот видите, снимается раз в валет. Очень много. Вот, 10 миллионов. Еще 10 миллионов сняли. Так, ну давайте смотреть, что нам сейчас выпадет. Так я вот куда-нибудь в сторону уберу, чтобы вот с этим шмотом не перепутать. Пускай он здесь вот отдельно лежит. Это все, что я сейчас... Так, это ничто. Это дист вообще какая-то. Так, давайте крестим пальцы. Так, опять руки. Хп, хп, одна дырка. Это не очень хорошо. О, вот это уже хорошо. Хотя бы. Потому что у меня не было. Штанов у меня не было. К сожалению, одна дырка. Ну, я думаю, пойдем. И смотрите, самое главное. В отличие от обычной шмотки, она дает 30 уменьшение время перезарядки ПУ, 10 точности. Да, смотрите, что это дает. Ну, понятно, что на сопротивление, точности и 2% к атаке. То есть, желательно все равно. Хоть плохое свойство, какое бы не выпало, все равно лучше одевайте. Ну, конечно, не меняйте. Например, если у вас руки заточены, там, плюс 5. Конечно же, не меняйте на обычную такую. Не надо. Или там у вас заточены ботинки, и вы наденете какую-нибудь фигню, там, непонятную, с одной дырой. Нет, лучше носите свои ботинки. Так, ну, если видео было для вас полезное, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok